Вчера, 23 февраля, у россиян был богатый выбор праздников, которые они могли праздновать и отмечать на свой выбор. Был, например, день создания советской армии и флота Львом Давыдовичем Троцким в 1918 году. Был вчера же день защитников Отечества, что бы это ни значило. И даже был день памяти жертв кровавой сталинской депортации кавказских народов. Но вот сегодня, 24 февраля, день абсолютно однозначно не праздничный. Сегодня, 24 февраля 2024 года, исполняется ровно два года с начала специальной военной операции, которую, собственно, начал Владимир Путин. Российская пропаганда очень любит аналогии между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Ну, все вот эти мемы, вроде «Деды воевали», «Можем повторить», «Не смешите наши Искандеры» и так далее. Все это прочно вошло в мозги глубинного народа. Но если задуматься всерьез и полистать старые добрые учебники истории, эта аналогия становится все менее и менее выгодной для власти. Уже через два года после начала Великой Отечественной войны случилась Сталинградская битва. И почти через два года после начала Великой Отечественной войны случилось Курское сражение в 1943 году, когда Советская армия окончательно сломала хребет немецкой армии Вермахту. Прошло два года СВО, и с каждым днем аналогии между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией все менее и менее уместны. Путину, пожалуй, стоит уже подыскать более схожие ситуации в истории, ну, например, с Северной войной, которая началась в 1700 году и длилась целых 21 год. В общем, история наша, сами понимаете, что дышла, куда крути, туда и вышла, но, в общем, конечно, сравнение с Великой Отечественной войной теперь уже никуда не годятся. Два года позади. Как известно, просить на благое дело не стыдно и даже временами приятно. Потому я продолжаю призывать наших подписчиков, наших зрителей к тому, чтобы они посильно, материально помогали нашему каналу. Сделать это можно единственным доступным способом перечислить ту сумму, которую вы считаете возможной на расчетный счет. И мы его показываем вам на экране, а также вы можете его найти в описании под каждым нашим видео на нашем канале. Прежде чем мы перейдем к обсуждению событий и ситуаций, которые происходили у нас на минувшей неделе, я бы хотел исправить одну, на мой взгляд, серьезную ошибку, которую допустил в предыдущей передаче в обзоре оперативного совещания правительства от 20 февраля 2024 года. В том выпуске я упомянул о том, что Хабиров передал свои поклоны Дмитрию Донцову, как учредителю и инвестору группы компании «Элеватор». На самом деле это была непростительная ошибка. Дмитрий Юрьевич не является уже давно собственником ГК «Элеватор», и, конечно же, лучи любви и надежды Хабирова были адресованы не ему. Даже как-то неловко, если честно, становится от того, что я заподозрил уважаемого бизнесмена в каких-либо тесных отношениях с Радим Хабировым. Извините мне, Дмитрий Юрьевич, если сможете, вот такие непростительные ошибки в будущем могут стоить приличным людям репутации. Обещаю впредь, конечно, такого же не делать и не очернять непричастных людей подозрениями в дружбе и соратничестве с Радием Хабировым. И, кстати, кому же на самом деле были адресованы вот эти самые лучи надежды и поклоны Радия Хабирова на той оперативке? Ну, продолжим разбираться с большим усердием и с большим чанием. Завтра, 25 февраля, на канале «Открытая политика» в 21.00 состоится юбилейный 100-й стрим «Открытой политики». Так что подключайтесь, поговорим. Давайте поставим рекорд посещаемости. Они у нас в последнее время случаются регулярно. Могу похвастаться, в прошлый раз на нашем стриме было более 2000 человек одномоментно. Не знаю, кто может похвастаться способностью собрать столько людей в Башкирии сразу же одновременно у компьютеров. В общем, обязательно подключайтесь, поговорим. А заранее вопросы можно присылать в виде комментариев вот к этому нашему сегодняшнему видео. Я обязательно все их прочитаю и по возможности на все на них отвечу. Так что до встречи в воскресенье вечером. Вопреки влажным мечтам ради Фаритовича Хабирова, Владимир Путин продолжает игнорировать Башкортостан. В последние две недели президент Российской Федерации буквально облетел вокруг нашу республику, посетив Челябинскую область, Екатеринбург, Казань и даже маленькую Чувашию. Для полноты картины бойкота Башкортостана Путину осталось съездить только в Оренбург. Но предположение о том, что в рамках своего предвыборного турне Путин посещает наиболее важные с электоральной точки зрения регионы, тоже не выдерживает никакой критики. Ведь в микроскопической Чувашии количество избирателей в четыре раза меньше, чем избиратели в республике Башкортостан. Очевидно, что отношение и Путина лично, и Кремля в целом к Хабирову явно негативное. И глава государства никак не хочет ассоциироваться с Радием Хабировым на фоне уже приближающихся и приближающихся выборов. На минувшей неделе неожиданное разоблачение хабировского мифа о процветании Башкортостана сделал уполномоченный по защите прав человека по республике Башкортостан генерал Михаил Закамалдин. Михаил Закамалдин сообщил, что 400 тысяч жителей республики Башкортостан получают доход ниже прожиточного минимума. 400 тысяч – это каждый десятый житель региона. По сути, не имея нормального питания, одежды, медицинских услуг, транспорта, коммунальных условий, проживают вот эти вот 400 тысяч человек. Ведь только нищенское полуголодное существование можно влачить на 10-11 тысяч рублей, каковы составляет у нас прожиточный минимум по республике. В зависимости от категории граждан, для работающих, неработающих он еще может быть и поменьше. Вот 10-11 тысяч с каким-то маленьким хвостиком. Такое неожиданное заявление отважного генерала Закамалдина ставит массу вопросов перед пятилетним правлением Хабирова в республике Башкортостан. И тем более ставит под вопрос целесообразность продления полномочий Хабирова как главы региона в сентябре 2024 года. Полагаю, что никогда еще процент нищих в республике Башкортостан не был так высок, как при Хабирове. На минувшей неделе депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сделал тревожное заявление о необходимости конфискации акций компании Уфанет на том основании, что некоторые собственники Уфанета проживают за пределами Российской Федерации и недостаточно отчетливо поддерживают политику партии и правительства. Хинштейн скромно не предложил пока еще себя в качестве нового собственника ведущего провайдера по республике Башкортостан. Но, собственно, почему бы и нет? Хинштейн точно поддерживает все нужные инициативы и решения партии и правительства. Точно никогда не попадет уже за границу. Ведь все маломальские приличные страны давно уже заблокировали въезд депутата Хинштейна на свою территорию. А если серьезно, то становится тревожно от того, как на фоне продолжающейся конфискации бизнеса в пользу государства, инициированного, собственно, самим Путиным, поднимают головы всякие Хинштейны и прочие желающие половить рыбку в мутной воде во времена нестабильности. И однозначно понятно, что бизнес, подобный бизнес у Фанета, это очень уязвимая вещь. В нем нужно очень хорошо разбираться, а не только требовать и требовать дивиденды. Так что, ну, если пожелания господина Хинштейна состоятся, то, боюсь, что нас здесь в Башкортостане ждет не только удорожание, но и ухудшение услуг по передаче связи и интернета. Стала известна, наконец, дата празднования 450-го дня рождения города Уфы. Праздник перенесли с 12 июня, и теперь он состоится 31 августа. Чем вызван перенос этого праздника власти не поясняют, хотя очевидно, что процесс всеобщего ликования, перерезания ленточек и массовой благодарности граждан решено максимально придвинуть к дате предположительного переизбрания Хабирова на второй срок. Уфимские власти сообщили, что платные парковки, о которых, собственно, заговорили еще при мэрии Ирике Елалове, появятся в городе уже в 2024 году. Планируется на первом этапе организовать 3500 парковочных мест, и, согласно опубликованной схеме, весь центр Уфы станет платным для автолюбителей. Это улицы Ленина, Карла Маркса, Цюрюпа, Свердлова, Пушкина, Чернышевского, Революционная Карла Маркса, Мустая Карима и Кирова. Ну, как быть, например, жителем домов, которые расположены на этих улицах? Будет ли какая-то бесплатная парковка для резидентов, как это делается во всем цивилизованном мире? Если человек живет в районе парковки, он не платит за парковку своего автомобиля в этом месте. Сколько будет стоить это парковочное место в час, в минуту или в секунду и так далее? Вопросов, конечно, масса. Мы ждем этих ответов на эти вопросы. Надеюсь, что мэрия их каким-то образом озвучит в ближайшее время. А еще в минувший четверг на улице Калинина в Уфе взял и обрушился балкон. Целиком прямо упал наружу, слава богу, никого не зацепил и не покалечил. Коммунальные власти поспешили всех заверить, что дом-то этот, хоть и 1952 года постройки, но не является никаким аварийным. А вот капремонт этому дому пока не положен. Ну, вроде как очередь не дошла. Ну, будто бы услышали грохот падающего в Уфе балкона в далекой Москве, и депутаты Государственной Думы тут же предложили увеличить поборы с россиян на так называемый капремонт. Ну, согласитесь, логично же, да ведь? Главной новостью последних недель была и, очевидно, остается новостью о гибели Алексея Навального при жизни включенного список экстремистов и террористов на всем пространстве православного мира. Но на канале, телеграм-канале «Открытая политика» мы провели опрос о том, как считают наши подписчики, несет ли Владимир Путин ответственность за гибель своего главного политического оппонента. Результаты таковы. Примерно 1800 участников опроса и 75% из них считают, что Владимир Путин несет ответственность за гибель Алексея Навального. То, что Путин не имеет никакого отношения и не отвечает за гибель Навального, считают, соответственно, 25% голосовавших в нашем опросе. Безусловно и то, что злодейство, которое сейчас в данный момент происходит вокруг тела Алексея Навального, только уменьшит и без того низкий процент верящих в непричастность Путина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова